Жирона в гостях уступил Атлетику со счетом 2-3 в рамках 25-го тура Ла Лиги. У Атлетика Берингер оформил дубль и Ньяки забил третий. Жирона смогла ответить парой мячей, но фатальные ошибки в обороне все же сказались сильнее. Команда Мичелла Санчеса не побеждает три игры подряд. До сегодняшнего матча было поражение от Реала 0-4 и ничья с Реал за Сиедатом 0-0. Неужели сказка Жирона закончится так печально? Чемпион Италии Наполи снова уволил тренера. Мацари убрали прямо перед матчем с Барселоной. Теперь команду возглавит Франческо Кальцона. Он был помощником с Палетти, а с 2022 года работает в сборной Словакии. Сообщается, что в штаб войдет и легендарный Гамшик. Поможет ли неаполитанцам? Вторая за сезон смена тренера покажет лишь время. Абат Аймбетов поделился впечатлениями об игре в чемпионате Турции. Здесь высокий уровень игры, я это заметил. Как только у нас закончился сезон, была пауза около полутора месяца. «Сколько бы я сам не занимался, сразу включиться на ходу в игру здесь очень тяжело. Пока я еще не в форме. Нужно немного времени», – отметил Аймбетов. Напомним, в феврале Аймбетов стал игроком Адана Демир Спора и провел два матча в чемпионате Турции. У Бухтиера Занудинова дела в Турции идут получше, но не так, как хотелось бы. Бешикташ вчера уверенно переиграл Конья Спор. Абаха вышел на поле всего лишь на 90 плюс второй минуте. С чем это связано, пока не ясно, но привлекло внимание общественности совсем другое событие, связанное с Бешикташем. Турецкий клуб разорвал контракт с футболистом из-за аккаунта в Тиндере. Бешикташ объявил о расторжении контракта с 21-летним полузащитником Эмирханом Дилибашем по соглашению сторон. Как сообщает Куриет, причиной стала негативная реакция болельщиков на аккаунт в Тиндере, предположительно принадлежащий футболисту, в котором указаны его имя и размещены фотографии. Сам футболист опубликовал заявление, в котором опроверг наличие анкеты в приложении. Я отрицаю клевету, распространяемую фейковыми аккаунтами, и хотел бы заявить, что моя приверженность своей команде не может быть поставлена под сомнение. Написал Дилибаш в Инстаграме в свое оправдание. Заинудинов, будь осторожен. Субтитры создавал DimaTorzok